Девушки отдыхают 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 Буду я. Будет весело, настроение будет хорошее, подарки, праздники не могут быть без подарков. И как-то пофеоз, как фонтан эмоций, перверк желаний, событий, сбывающихся пожеланий, Тина Карель, моя любимая, прекрасная, утонченная певица, даже нет, она, наверное, просто голос планеты. Ее голос очаровательный, он поможет нам поверить в сказку в новом году, в 2019 году, и такой будет правильный ресторан. Круто. У меня такой вопрос. Все уже гости всегда приходят, грубо говоря, на все готовое, они не видят, что происходит за пределами этой всей красоты. Какие у ресторанов бывают во время организации, во время организации нового года, не исключительно промахи, какие-то помехи, какие-то трешики, вот чего мы не знаем? Ну, это злободневная проблема, насущная проблема. Немногие рестораторы, немногие специалисты в этой области до конца глубинно, как я говорю, понимают бизнес. И очень часто не совпадают желания и интересы. Что это значит? Когда вы продаете новогодний праздник, а это происходит в виде новогоднего пригласительного, многие забывают, что нужно найти вот ту золотую середину, где вы совмещаете товарооборот, товарозакупку и возможность продать то или иное количество бюджетов. Поэтому я бы советовал ресторанам совместить вот это вот полезное и приятное и четко рассчитать то количество гостей, которые к вам придут, четко определить стоимость вашей услуги и четко просчитать все возможные потери, которые могут возникнуть, если те или иные гости к вам вдруг не придут. Поэтому для этого, чтобы забегать, не забежать ни на что вперед, для этого нужно брать заранее депозит. Вот так вот. То есть, господа, задумайтесь, вы уже, уже, на то, что это уже, наверное, не заранее, а уже декабрь. Ну, если сказать, я начал рекламу в своей компании уже где-то в ноябре. Первое ноября мы уже запустили все рестораны. И вилки, ресторан «Три вилки», где будет шикарное шоу новогоднее «На луну и обратно». Такое специфическое, интересное, я считаю, название, где будут и соответствующие дресс-код, и блюда, и десерты новые будут представлены. Ресторан Тургенев, например, который в этом году будет праздновать свое 14-летие, он подготовил такой попури по 90-м, такой диско-шоу будет очень... Кстати, осталось-то, по-моему, мне сегодня управляющий позвонил пара столиков. В ресторане «Сейф» будет, как всегда, за эти последние 18 лет работы ресторана «Сейф» будет шоу, которое... В равных нет. В равных нет целых. Ну, после того, вообще, шоу, не знаю, что вы ожидаете, вообще-то Новый год это ахуста. У меня второй вопрос. Ваши рестораны, а мы, это вообще, мы не спорим. А вот вы, на свой взгляд, в Киеве, еще помимо ваших ресторанов, какие вы можете обратить внимание, которые вы можете также посоветовать? Мне нравится вот итальянская сеть, бывшая сеть «Козел на карте», там, где Гелин занимается, очень хорошие рестораны. Очень нравится ресторан «Гриде Бразиль», где я в качестве ревизора наградил этот ресторан, почетные награды ревизору, рекомендую. Мне очень большое количество ресторанов в Киеве, которые, я считаю, достойны внимания наших и гостей города, и киевля. Очень хороший ресторан украинской кухни «Царское село», жикарный ресторан и по декору, и по сервису, и по своему долголетию. Можно перечислять и перечислять количество ресторанов, которые сегодня очень хорошие. Фабиус, кстати, опять же, очень хороший ресторан, Фабиус мне нравится. Загородный комплекс Фабиус, молодцы, ребята. Попала, Николай Тиченко. Еще такой вопрос, можно ли простить ресторану какие-то ошибки во время организации праздника или мероприятия? Если это массовое, огромное массовое мероприятие, то какие-то могут быть шероховатости. Но ошибки прощать, ну, тоже некорректно сказано прощать или не прощать. Нужно просто запомнить, что это предприятие допустило подобные грешности, и в следующий раз, когда вы выбираете, и у вас будет выбор, идти ли в это предприятие, в это место, в этот ресторан, в этот культурно-развлекательный комплекс или нет, тогда уже принимается решение. Но, если команды непрофессиональны, то, конечно, будут ошибки, и, конечно, будут олегки. Самая большая проблема, самая большая ошибка, на мой взгляд, и я в этом убежден, это неуважение гостям и неуважение непосредственно к вашему гостю, другу, то есть человеку, который пришел к вам в ваше предприятие со своими деньгами, для того, чтобы там их потратить. Фактически обеспечить вашу ретабельность. Поэтому, когда нет сервиса, в такие предприятия лучше не приходят. И следующий очень важный аспект определения качества предприятия – это сырье. С каким сырьем работает тот или иной ресторан, тот или иной харчувальный запад. Если сырье низкого качества, и вы видите большое количество специй, если вы чувствуете, что где-то очень сильно вкусненько с помощью специй, а не за счет основного, как я это называю, продукта – мясо, рыба, птица, знайте, это морозняк. Это есть нельзя. Да, это будет вкусненько и недорого, но это – отрава. Такую еду есть нельзя. Вот мой совет. Спасибо за совет. Пожалуйста. Еще вопрос. Где вы будете отвечать на новый год? Смотрите, очень часто они задают вопрос, и только вы. Все считают, что если люди успешны, если люди много работают, они должны отвечать на новый год где-то за границей. Я ввожу в воду, ввожу в воду. И вот на протяжении всей своей жизни, не побоюсь этого слова, я отмечаю в своей квартире. Квартира моя – это мой птиц. Поэтому я всегда отмечаю дома, отмечаю круг семьи. Потом мы едем в ресторан тот или иной на наш выбор. Там празднуют. И после Нового года у меня, как правило, я подстраиваю все под свой график жизни. Скажем так, это, может быть, я открою для кого-то тайну. Я 2 января делаю в сейфе похмелку пати. То есть 31 я отмечаю в ресторане с семьей. Потом 2, когда мы все просыпаемся, кто с бодуна, кто с рассолом. Благо я не пью все это, помню. Потом всех жую, и мы все так дружно, красиво смеемся, радуемся. А 2 числа, когда у нас уже появляются новые деньги, мы в сейфе делаем похмелка пати. И вот уже на протяжении 12 лет успешно проходит мой бренд похмелка. Многие даже рестораторы взяли его себе на вооружение и начали копировать. Что мне очень приятно, потому что я являюсь безоговорочным тренд-центером. Вы же знаете, мои выражения просто пошли в народ. И 2 января это будет сумасшедшее финическое шоу по названию «Бомж патит». Бомж патит, друзья. Я совсем жду на праздник. Какой-то ресторан? Ресторан обязательный. Бомж быть. Соответственно, нужно как-то немножко себя помыть, вымазаться, немножко быть неопрятным. Но привести с собой хорошее настроение. Круто. Вопрос, да. Вы назвали очень крутые рестораны, но, скажем так, честно, они не очень бюджетные. Может, вы как главный ревизор Украины, мира и всей вселенной, вы сказали, что это рекомендуете студентам и людям, которые не хотят тратить много денег, где-то возможно какие-то бюджетные варианты. И вспомните, как вы праздновали на другой бюджетный студент. Бюджетный, когда я праздновал много денег со студентом, это был парк, это была лавочка, это был лес, шашлыки. Я считаю, что если каждый должен жить на заработанном, на то, что вы можете потратить на себя в качестве праздника. Я никогда не жил за будущие какие-то свои успехи. Вот у меня всегда с юности была такая стратегия. Я живу на своих. И постепенно увеличиваю обороты. Я работаю практически каждый день. Нет, у меня выходных нет вообще. То есть если у кого-то, ой, я так устал, ой, я так больше не могу, ой, так много людей, ой-ой-ой-ой, то у меня такой фразы даже не существует и у моей команды. Моя команда со мной работает вот на протяжении рестораном такой вот пути 20 лет. Недавно праздновали рожжение ресторана «Решилье», кстати, а он один из самых бюджетных ресторанов. И если студенты хоть придут в мои рестораны, ресторан «Три вилки», то геню, где цены очень довольно-таки не кусаются. Но просто из-за того, что сервис, из-за того, что качество продукта на высочайшем уровне, и из-за того, что конкуренты, мои друзья, работают лучше немножко в маркетинговом плане, чем мы, создается впечатление, что мы супер дорогие рестораны. Хотя сегодня сеть Николая Тищенко, да, могу сказать, что еще будет и ревизор, моя профессия ревизор, это тоже повлияло на то, чтобы я немного пересмотрел цены, для того, чтобы ко мне, как телевизионному ведущему, как звезде телевидения Украины, приходили люди чаще в гости, я сделал целую систему блюд, где вы можете позволить себе легко, находясь в самом лучшем предприятии города, чувствовать себя достойно за ваше заработанное. Например, у меня очень хороший ресторан быстрого питания в IQ-бизнес-центре на втором этаже, который называется W-Lunch, где средний чек, внимание, 70 гривен. 70 гривен, средний чек. Поэтому мы работаем на самом высококачественном сырье. Видите, вот я, не могу, это убить, подкинув топку информационную. Ну, полезная информация, многие не знают, что будут... Тут самое главное лицо, я серьезное, чтобы вот все меня услышали. У нас есть топ-5 вопросов от информата для успешных людей, для звезд. Вы являетесь одним из них, отвечая, не думая, очень быстро. Хорошо? Сейчас включу. Мозг можно отключить? Нет, я там отключу мозг. Хорошо. Поехали? Погнали. Так, я забыла вопрос. Это мне, по-моему, надо настраиваться. Так. Так, сделайте вот так вот. Да нет, это не... Помогай, проверяйте. Слушай, женщинам это не помогает. Секс-символ в Украине. Женщина. Какая? Моя жена. Для вас. Моим предальше. Топ. Сейчас, на сегодняшний день, шоу-биза. Артист, певец, кого вы считаете крутым? Тина Кароль, Монатик. Тина Кароль, Монатик. Огонь. Если бы вы были едой, то какой именно едой вы бы были? Я был бы трюфеляр. А почему? Потому что мне нравится этот вкус. Огонь. Какие у нас были еще вопросы? Давайте вспоминайте. А, какой фильм, да, фильм, какой вам понравился, впечатлил вас? И вы хотите его посоветовать? Я советую сериал. Баком больше сейчас не поспомню. Сериал. Ну, тогда надо думать. Ладно, не вылетел из головы сейчас. Позже вспомню. Позже вспомню. Надо узнать, как название сериала, который я сейчас смотрю. Вуалда, спроси. Вуалда, спасибо, пожалуйста. Вуалда. Да, пока мы говорим. Я посоветую, да. Да, и книгу, которую вы можете посоветовать, также наши зрители и ваши поклонники. Генрих, Генрих Ван Лун. История человечества для старших паспортов. Или, например, очень хорошая книга, которую я сейчас читаю. Я просто хочу ребятам обязательно дать его почитать. Акунина. Акунина. Вот тоже рекомендую. Я начал читать Карамзина. Карамзин, который по летописам Нестора исследования проводил. Но мне интерпретация Акунина нравится больше. Она честнее, правдивее. И он проводит анализ. Исторический анализ эпохи, в которой мы фактически не разбираемся. И в школе никто нас этому не учил. И для того, чтобы понять природу. Нас самих, славянского мира, возникновение христианства. Как очень интересно, особенно, очень интересно. Про Владимира Словна, что почитать, тоже полезно. Про крестителя Украины, славяне, не Руси. Очень все это полезно. Читайте историю, друзья, для того, чтобы понимать, кто мы такие и что будет дальше. И вопрос, да. Мне вот после такой темы, даже с ним на этот вопрос задавать. Как вы относитесь к тому, что вас называют главным запросом этой страны? Ой, к этому термину есть хорошая история. Этот термин возник в детстве, когда я только пришел в борцовский зал под дзюдо. Я помню, мой тренер Александр Викторович Прусин. Александр Викторович Прусин многое мне дал как мужчине. Он такой был моим наставником. Виктор Иванович Кощавцев. Эти люди оставили такой неизгладимый след в моей жизни. И я фактически многое, что взял у отца. Точно так же очень многое взял у этих людей. Когда становился маленьким юношей и дальше, дальше уже взрослым мужчиной. Так вот, мы все, естественно, какие были маленькие. Неопрятные, неряшливые. И вот так тот площадник туда пришел. Хрыстанные, волосатые, небритые, нестриженные. Ну, небритые, это я покорячусь. Потому что в пятом классе у меня ничего еще не раздало. И он нам всем говорит. Вот он выстраивал всех в ряд. Вот так выстраивал всех в ряд. И проверял ногти. Потому что борцам нельзя быть с ногтями. Ты царапаешься, постоянно царапины. А мы же маленькие, никто этого не знал. Потому что японская борьба только заходила. Кто приехал в Советский Союз. Это была диковинка. Это если бы сейчас медведи, например, по Крещатику. Или крокодива. То же самое. По ощущениям то же самое. И вот мы все стали показывать пальцы. И вот он на каждого из нас идет, смотрит. И проверяет ногти. На длину. На неопрятность. На руках. И так вот, если смотришь в ряд, все грызут. Вот первые трусятся. Потому что он по страшенству стал. Те уже понимали, чем это чревато. А последние, малые, я в том числе, мы все сгрызаем. Влезем, влезем. И вот отсюда возник этот термин загрузение. То есть когда ты сгрызаешь ногти. В конце он пошел дальше. И мы показывали пальцы ног. На ногах было сгрызг нереально. Поэтому после тренировки мы убирали зал. Убирали тренажерный зал. Татами подметали. И самое длинно-нохтевое, длинно-нохтевое, да? Мыли туалет. Кстати, я попадал. В туалет. Да. Но это дало мне вообще большую школу. Такой опрятности. И отсюда возник термин загрузение. Да. Вот так вот ответили на вопрос. Отлично вообще. А к самому шоу Дурнифь смотрит сториз. Относитесь нормально? Слушайте, но если это смотрит, значит кому-то нужно. Раз кому-то нужно, значит часть этих поклонников его творчества является и в то же время и моими телезрителями. Поэтому так как я уважаю каждого, и каждое мнение, кроме какой-то дуристики, и если это откровенно агрессивное, позиция, то мне, конечно, от агрессии не нравится. Но когда это шутки, когда это настроение, когда это праздник, когда люди смеются, ну что еще может быть прекрасней? Улыбки, да? Вот что? Вот что? Ничего, главное. Вы знаете, благодаря этому шоу можно поистину сказать, что вы стали весь бессущим. Вот вместе, а вы покорили даже аудиторию тинейджеров, которые не следят за тенденциями телевидения, а следят в основном в ютубе за блоггерами. Не хочется вам говорить, что я профессионалом больше буду. А это надо? Но я давно в телевидении, давно в этой профессии, и следующая стадия моего развития ресторанного бизнеса, я с тобой понял, что тут я много чего добился. Знаете, когда ты 20 лет на одном месте, но еще один ресторан, еще один ресторан, и что? Душа-то не требует какого-то развития. И поэтому, когда я принял для себя, спасибо Владимиру Бородянскому, президенту Холдинга Старлайн Медиа, что он вел меня в мир телевидения, профессионально в телевидении, потому что до этого я был аматором, я там играл, Форд Бояр, был на играх патриотов, стал капитаном сборной Украины, играл за город в очень таком известном шоу в Аргентине, Бум, битва украинских городов, где занял второе место среди всех капиталов. И когда я стал профессиональным телеведущим, благодаря этому человеку, в шесть лет отработал верой главной мастер-шеф, сделал, чем я горжусь по-настоящему, детский мастер-шеф, классный детский мастер-шеф, у которого были большие рейтинги. У меня была классная команда у мастер-шефа, Этер, Анписа, Чехова. Мы создали этот проект, мы запустили его во вселенную, его полюбил украинский телезритель. Да что там сказать, украинский телезритель. Сейчас на одном из российских каналов тоже идет на канале Ю, идет мастер-шеф с той старой гвардией, где у нас были сумасшедшие рейтинги, где мы получали рейтинги 42-38 по аудитории всех поколений и народов, где у нас была сумасшедшая синергия, где мы творили, радовались, светились. Поэтому я многое знаю, как, на кого, почему, люди и что им нужно. Сегодня время поменялось немножко, вы понимаете, я почему-то много об этом говорю, что такая тема для меня важна. Я когда старые страны решили 20 лет назад, я учебный строил для определенной категории. Вот как вы говорите, категория плюс, на 17 плюс, 35 плюс. Вот я строил его для категории 35 плюс, потому что тогда у этой категории были возможности посещать рестораны. Соответственно, рентабельность и окупаемость таких предприятий была как можно выше. Почему я там и находился в этой нише. Но детей своих, этим людям, некуда было делать. И тогда мне пришла мысль, слушайте, тогда даже открыть что-то танцевальное, модненькое, чтобы детки, вот эти вот 16, тинейджер, как вы их сейчас называете, 16, 14 лет, 18, 17, 20, куда-то родители могли их пристроить. И это был сейф. Рядом, они замодели, тут же как квочки их перекрывали, смотрели, но прошло 20 лет. И тем, кому тогда было 40, сейчас им почти 70. А тем, которым было 16, сейчас им почти 40. Поэтому, понимаете, это целая эпоха прошла. Я многое что знаю. Другое дело, что не всегда у меня есть возможность. финансовое, душевное, потому что все я строю вот отсюда, от сердца. Вот это, показываю сердце. Вот сердце, вот это, сейчас я подожду, вот это сердце, да? У нас просто, когда рассекает торжение, вот, видно, сердце будет. Видно, сколько центра. Вот это вот отсюда я строю, от сердца. Такой вопрос. Вы реально много всего делаете. И вдруг, и там, как вы все успеваете, в чем ваш секрет? Поделитесь, мы лично ничего не успеваем. Не, вчера. Вы только вот все охватываете, и везде. И реально, вот за что вы не беретесь, ко всему приходит успех. Вы реально круто все делаете. Не, вчера у меня есть партнер, друг мой, близкий, Сережа. Сережа. Может, вы помните, вот такой клуб «Манфа» в Одессе очень популярный. Да, вот он собственный. Он ничего не стал слышать на какой-то же вопрос. Я ему говорю, и тем самым сейчас скажу всем «Манфа», я никогда не работаю за деньги. Для меня деньги всегда вторичные. Хотя я и работаю для того, чтобы заработать деньги. Но нет той суммы, которую можно мне предложить и сказать, «Коля, вот тебе сделай то-то, 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 чего ты не хочешь». Поэтому делайте с любовью. Разграничивайте свой день. Четко понимайте ту профессию, которой вы занимаетесь. Глубинно. Если вы вникаете, например, хотите быть врачом, то станьте врачом по-настоящему. Не только для того, чтобы идти обдирать верных бабушек и пенсионеров, а для того, чтобы лечить и нести эту энергию, это тепло, эту любовь дальше. Со своей жизнью и передавать по наследству. Как мне это кажется. Поэтому я это все делаю с очень большим трепетом и очень большим желанием что-то изменить. По-настоящему. Для меня это не пустые слова. И когда я создаю свой новый мир, я говорил о телевидении. Ведь я же не профессиональный телеведущий. Но когда я для себя решил, что я буду профессиональным телеведущим, в этом году я получил территорию. Будучи непрофессиональным ведущим. Получил как профессиональный ведущий теле-триумф в жанре лайфстайл. То есть в самом сложном на телевидении жанре. Где ты работаешь без сценария, где ты работаешь без звука, где ты работаешь совершенно без программ, без каких-то структурных определений, как и что делать. То есть ты просто работаешь и делаешь шоу. Поэтому это очень сложно. А моя шоу «Ревизор», в котором я имею честь работать, это вообще опасное шоу. Ну, в прямом смысле слова. Ну, да, мы видели программы, там у вас иногда нападают. И много там чего не указано, не просто там нападают, а это немножко не та агрессия. Даже вот знаете, ну все готовы в шоу «Ревизор» к нападению. Но вы не забывайте, что мы немножко сегодня поменяли путь вектор развития, и общество очень ослаблено, очень сложно. Сегодня люди не всегда готовы к восприятию полезной, позитивной информации. Я иду бесплатно. Бесплатно. Я учусь, трачу деньги, езжу по всему миру, собираю, мучаю. Например, в Таиланде, в прошлом году, когда я заканчивал школу «Блю Эльфан», для того, чтобы открытать ресторан «Коин» в тайской кухне, я же сам покончил. Я заплатил сумасшедшие деньги, я не купил себе джинсы, туфли, какую-то очередную пару трусов. Я потратил на знания, привез сюда, в Украину, в свою страну. Потом я езжу с «Ревизором» этими знаниями делюсь, а мне в это время дают в рыло. Ну, как такое нужно было? Понимаете? И вы же не забывайте, что сегодня непростое военное положение в стране. Скажу так. Поэтому «Ревизором» будет сложно, крайне сложно. Это не те «Ревизоры», которые были до меня. Которые приходили, давали свою журналистскую оценку, как им кажется, вкусно-невкусно. Я профессионал. Мои предприятия сегодня работают 20 лет. Никого сегодня на рынке нет. Кто бы мог сказать, что мое предприятие работает 20 лет. И я его не закрыл. Да, кто-то, они, многие мои коллеги, очень талантливые, очень красивые бизнесы, остались в рынке. Но они закрыли свои предприятия. Знаете, для меня было личным, каким-то такой личной потерей, когда закрылся ресторан «Де Живы». Для меня был, потому что я на нем вырос, какое-то было знакное предприятие. Для меня было личной потерей для истории киевских ресторанов, это закрытие ресторана напротив дворца Украины. Майами, Майами. Майами. То есть это такие мы легендарные предприятия, что у меня рука бы не поднялась закрыть. Там память нужно было оставить. Вот так я рассуждаю, и поэтому всегда делю знание. Ну давайте еще. Давайте. О хорошем. О хорошем. Я с полной уверенностью заявляю, что 2019 год будет счастливым для нас, для всех украинцев. Несмотря ни на что. Несмотря на то, что нас ждут впереди выборы, непростые выборы, я голосую за стабильность. Я буду голосовать в новом году за стабильную. Я хочу пример. Я хочу, хотя бы, чтобы мы все с вами хоть немного остановились. Каждый раз менять что-то, каждый раз изменять новые курсы на старые, новые на старые. Ну, в конце концов, мы придем в кран. Это ритория. А? Для того, чтобы... В новом году я всем желаю счастья, любви, достатка в доме, чтобы на ваших столах была полная чаша, чтобы ваши дети никогда не болели, чтобы они были самыми умными, самыми счастливыми, и чтобы вы всегда улыбались. С наступающим Новым Годом! Огонь! Может, не попали? Это что такое круто? Спасибо, что нашли время для нас в своем тесном, плотном графике пришли ко всему. отец. Спасибо. Продолжение следует...